Марьян, привет! Рада быть у тебя в гостях в своем садовом центре Богородский. Один из самых, как мне кажется, красивых садовых центров, где представлен огромный ассортимент летников, многолетников. И что здорово, то что вы не только являетесь садовым центром, но также вы сами выращиваете в садовый центр-питомник. Привет тоже и очень рада видеть тебя у себя в гостях. Помимо цветов, у вас же есть также и плодовые, да, и ассортимент древесных растений. Конечно, да, мы же садовый центр, естественно, у нас очень большой ассортимент плодовых деревьев, от маленьких до крупномерных, также большие крупномерные деревья, лиственные, хвойные, кустарники, многолетники, туи, конечно же. Плюс такая хорошая торговая площадка, где можно выбрать кашпо, мебель, аксессуары, удобрения и все-все-все. Все, что необходимо для сада, для посадки бозонов, деревьев. Марьян, ну у тебя не только можно провести прекрасный день, да, позавтракать, пообедать истинскими пирогами, которые пекут у вас тут, да, и хлеб, который свежевыпеченный, опять же, на месте, но также можно совместить приятное с полезным. То есть еще можно искупаться, здесь есть два огромных лесных озера, то есть можно прям выезжать с семьей на весь день. На весь день. Два прекрасных озера в лесу, река, цветы, кафе, все здесь есть. Друзья, что еще нужно? Обязательно приезжайте. Ну что, а теперь, пока нам готовят римскую пиццу, мы можем с тобой сходить на озеро и искупаться. Может быть, все-таки лучше в теплицу. Ну давай в теплицу, а потом уже на озеро. Марьян, ну рассказывай, у тебя ассортимент потрясающий. Давай начнем, наверное, вот с того, что у нас здесь представлено, и пробежимся коротенько по разным видам, сортам. Ну вот в этой теплице у нас представлена вся такая гамма бело-сиреневая. Начну с гипсофилы. Гипсофила сиреневым, джипси пинг, белый, она прям, ну, облако. Сразу прям покажу, как вот здорово с этой, с розовой. Ну да, как цена, да? Это... Что это у нас такое? Что-то популярное? Да, это с цивола. Это она, да? Я про нее много слышала. Она невероятная. Конечно, я ее обожаю. Вот за ее цветочки они такие прям как бабочки. Маленькие бабочки. И очень красиво дает объем. Если мы говорим про основные характеристики, да, чаще всего интересуют, можно ли на солнце, цветет, не цветет, ветроустойчиво, как относится к нашим переливам. Ну, она прекрасно в жару себя чувствует. Она ветер хорошо очень выдерживает. Даже если она... Забыли палить. Она тоже прекрасно это выдержит. Она очень неприхотливая. Даже если она потеряла форму, она потом прекрасно восстанавливается. То есть вот я ее прям очень рекомендую использовать в контейнере. И цветет насколько? Да, она цветет постоянно. Да, до морозов. Супер. Марьян, а это у нас кто? Брахикома. Брахикома. Да, это брахикома, образка виолетт. Нежнейшая такая ромашка. Тоже прекрасно используется в вазонах. Классно. Нежная прям. Смотри, какая нежнятина получается. А если еще прям с этим, вот она вся эта гамма. Ну, я люблю такие моно-посадки делать. И вот для меня, поэтому и в теплице все-таки стараюсь такое моно. У нас еще классный колокольчик есть тоже ко всему этому. Мы сейчас к нему перейдем. Но вот тоже очень ее люблю за ее неприхотливость. Хотя она очень вот выглядит нежной, но она неприхотливая. также до заморозка, да? Да, да. Да, прекрасно наращивает массу. Супер. А здесь вот перед нами брахикома, но какая-то другая. Да, это другой. Другой сорт у нас брахикома. У нее другой гапитус у нас получается там. Ну да, листочки совсем другие. Да, брахикома блю. Видишь, она уже такой больше все-таки шар. Марьяна, ну вот колокольчики тоже отличный вариант. Причем они и по форме очень красивые, и по цвету, и какая-то очень у них, знаешь, такая аккуратная листва. Он многолетник. Ну, два года точно он зимует. Мы, конечно, как однолетник его используем. Да, у него очень красивые листва. И причем, обрати внимание, какая она голубая с другой стороны. Нежная такая, мягкая. Достаточно он нежный, конечно, этот колокольчик. Но тоже он не боится ни ветра, залива он, наверное, сильного не боится. Мы в контейнерном озеленении, да, когда хотим быстрый декоративный эффект, мы очень часто используем не только летники, но и многолетники, да, которые мы выращиваем в качестве летников. Другая составляющая, которая сейчас очень модно, да, и часто используется, это разные пряные травы. И это очень здорово, потому что где-то на патио, на веранде, да, помимо того, что они дают общую массу, но еще и потрясающий вот этот аромат, запах. Да, шалфеи, это, конечно, вот этот аромат и цвет, они, видишь, у нас есть в трех сортах. И пестрый, и не пестрый, и на любых вкус, да. Да, вот такой вот сиреневый. Ой, какой красивый. И вот такой он с каемочкой. В общем, можно создать такой пряный огород, пряные композиции, вазоны, как ты правильно сказала, на патио поставить. И они будут давать аромат. Можно использовать на кухне. У нас еще есть мяты, мяты, тимьяны. Одна из составляющих является ампельные растения. Все ампельные растения, такие свисающие растения, которые дают длину и зрительно увеличивают саму композицию. Здесь мы видим эти растения прям с серебристым таким отливом и опушением. То есть явно, что очень хорошо переносит солнце. Да, глихондра очень хорошо переносит солнце. Она очень неприхотливая. И один ее минус, что она очень долго-долго нарастает, набирает эту массу. Она вообще очень длинная бывает. То есть экономить на ней нельзя? Нет, это нужно покупать только большое растение, потому что его не вырастешь в домашних условиях вот таким большим. Здесь в такой же серебристой гамме, да, очень красивая гацани. Она разная по цвету. У тебя она такая беломолочная. Здесь вот у меня какая-то сиренево-бордовая, оранжевая они есть. Микс, разные цвета и полосочка, и гладкие весь цветка. И она еще есть вот этот опушенный лист мы держим, такой голубой он, да, оттенок. А есть зеленый с глянцевым листом, тоже очень красивая. Они вот обе. У нее такое свойство есть, цветочки. Солнце они раскрываются, а вечером они раз и закрылись. Но оно хорошо прям в землю, даже в клумбы и в озоны. Марьян, ну тут у нас более привычный есть ассортимент, типа петуний и лобели. Петуний многие уже, конечно, приелись, и не все ландшафтники любят ее, да, но тем не менее у тебя очень большой широкий ассортимент, и вот такие вот махровые форматы нечасто встретишь. Это, конечно, фантастика. Очень, ее все очень любят. И есть еще вот мелкоцветущий, да? Да. Видишь, какая она набитая? Плотно, плотно набитая. И у нее мелкий цветочек, чем она преимущественно от других петуний крупных, тем, что ее не нужно обирать. Ей же нужно прищипывать каждый цветочек, а тут можно так раз, тряхнула ее, и она восстанавливается. Лобелия какая тоже, да? Там мы с тобой смотрели мелкие такие еще, да, не подрущенные растения для композиции, а здесь прям уже жир. Это у нас что? Это вербена. Как замена петуний, да? Ее не так сложно прищипывать, как петунью. Ее просто попроще, я бы сказала, даже можно и отряхнуть, но прищипнуть тоже можно, но все равно проще, чем петунья. Ей тоже очень красивый объем создает, очень хороша в композициях. Ну и тут у нас еще что, калибрахо, да? Калибрахо, да. Тоже набитый. Тоже набитый. Она будет еще больше, это будет огромный шар. И опять же преимущество в том, что не нужно ее прищипывать. Она в разных оттенках бывает у нас. И розовый, и желтый, фиолетовый, коралловый. Очень много цветов. Очень красиво. Тоже делаем и в маленьких горшочках, чтобы композицию большую кто любит составлять, и уже в больших. Так же она до осени, да? Да, до мороза. Свадебный какой-то вариант, да? Белая-белая. Да, это белая махровая петуния. Диана ее зовут. Мария, ну тут бегония. Прям цвет такой красивый, какой-то абрикосовый, да? Или коралловый. Она так и называется, абрикот. Да, это сорт иллюминейшн, абрикот. Очень красивая. Одна из любимых моих бегоний. Очень нежная, махровый такой цветок у нее. Великолепное растение. Самое главное, его нельзя на открытое солнце и под, где заливает его водой, тоже нельзя. Она очень все-таки нежная. Полутень, да? Да, ей полутень нужна. И сухое достаточно место. Здесь и желтый есть, то есть, ой, каких только... И белый вон у тебя, и розовый, ой. Вот еще такая коралловая. А это у нас пеларгония, да? То есть вот то, что мы часто видим на западе, на европейских балкончиках, все ее очень любят. И это вообще, мне кажется, самое универсальное растение для лета, потому что она неубиваемая. Она не боится засухи. Она не боится, если не почистишь ее. Она ничего не боится, кроме холода. Она не любит очень сквозняки. И когда вот холодное лето, если то, тогда не очень она любит. Но она просто будет темнее лист такой бурый делаться, но она все равно выживает. И тоже очень просто ее чистить. Я прям покажу, как это делается. Смотри, вот цветок у нас уже, видишь, отцовый, берешь его, раз, поп. От стебелечка прямо на мушке. Да, и он прекрасно отламывается. То есть это очень просто. И она опять набирает бутоны и постоянное-постоянное цветение. Все лето, да? Очень часто летники как-то перерастают, да? Чтобы в этой ситуации делать, чтобы они не перерастали. Да, чтобы не перерастали. Вот, допустим, на бегонии, смотри, она стрелка идет вверх. Мы делаем прищипку. Мы выламываем центральный стебель, тем самым мы даем ей больше кустицы. То же самое можно и у пеларгонии сделать. У петунии, естественно. Петунии вообще нужна обязательно прищипка. Ну вот у бегонии, пеларгонии тоже такую можно делать прищипку. И тем самым мы будем давать ей вот эту компактность. С бегонии и пеларгонии нет, а с другими летниками очень часто вообще их подъежиков, да? Подъежиков. Подстригают, чтобы вот заново во второй половине лета пустить. Да, 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 заново пустить цветение. Бегония, которая сажается в землю, вечно цветущая, ее вообще можно косой скосить. И она потом такое бурное цветение еще даст. Но с клубневой, конечно, такого нельзя делать. С клубневой это не перенесет. Буря, ну и куда без пряных трав, да? Без огородика. Без огородика, да. И можно высаживать их не только в землю, в грунт. Да. Можно также в кашпо. Сейчас это очень модная такая тема популярная. И здесь мы видим рукола, петрушка. Петрушка, базилики. Базилики. Мята. Такие разные, мята. Лучок. Лучок. Да, мы все это делаем. У нас в начале сезона все это продается в рассаде. Потом мы делаем уже большие вазоны для наших заказчиков. Запах потрясающий. Многие любят огороды. Уже когда большое это все. Все нежное, листочки прямо. Потому что в теплице. Вот еще такой один лайфхак. Марина, ну здесь много бегоний, да? И там, если мы видели клубневую, то здесь гибридная, да? Очень она какая-то высокая. Такая совершенно держит форму, да? Структурная. Да. И ее, к сожалению, не очень пока у нас знают. Не очень принято ее сажать. Но вот хочу рассказать про это растение. Красавец. Что с ней будет цветники? Это будет огромный куст. И она вот именно как раз даст нам тот объем, ту структуру цветника, которая нам нужна, особенно в больших цветниках, да? Вот я предлагаю ее использовать. Все-таки она очень хороша. И кто знает, уже ее используют. Профессионалы используют. Да, профессионалы уже используют. Хороший вариант вот такой вот ампельной клубники, да? Садовой земляники. То есть мы видим, она уже вон, а плоды даже будут. Да, 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 уже с ягодами. А, первые цветы красивые, да, можно использовать. И опять же, пощипать деткам. Да, детки восторг. Она будет прекрасно, что здесь она будет очень длинная. Она прям будет длинная, длинная. Будет вся в ягодах и в цветах. Немезия, я ее обожаю. Любимится Немезия. Нереальный легкий аромат ванили. Она есть еще в белом у нас в цвете. Такая бикалор разноцветная бывает. И нежная, и держит форму, да? И она будет еще свешиваться с вазоной. Марьяна, восхищаюсь тобой. Какая у тебя прекрасная работа. И, конечно, садовый центр Богородский, это просто мечта. Попадаешь в цветущий рай. Спасибо. Ну, это самые большие для меня, конечно, похвалы. Что стоит за этим? Это огромная работа, огромный труд. Безусловно. Это кажется, что вот это все красиво, в красивом платье. С декабря месяца мы работаем, не спим ночами, когда топим теплицы дровами. Да, спасибо большое. Спасибо. Очень рада. Приезжайте всегда. Все для вас. Друзья, подписывайтесь на наш канал, выбирайте такие замечательные растения, про которые мы вам сегодня рассказали, и обязательно заезжайте в садовый центр Богородский. Субтитры сделал DimaTorzok